Он просто счел невозможно в такой трудный для страны момент пользоваться личным автомобилем. Ну и? Ну и сдал его в Асавиахим? Ладно, товарищ Жеглов. И Асавиахим-то больше нет. Эту шутку из культового фильма сегодня поймет не каждый. Асавиахим, Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству, расформировали еще в 48-м году. Конечно, там не только принимали металлолом. Организация вела серьезную научную работу. И оказывается, первые шаги на пути космонавтики делали ярославцы. 30 января 1934 года, около 9 часов утра, в подмосковном Кунцево происходит первый в истории зимний старт стратостата. По сути, это тот же воздушный шар, только оборудованный для подъема верхней слои атмосферы. В состав экипажа три человека. Командир Павел Федосеенко, конструктор Андрей Васенко и научный сотрудник Илья Усыскин. Именем последнего названа одна из центральных улиц в большом селе. Дело в том, что Илья Усыскин родился здесь 13 ноября 1910 года в семье ссыльного революционера. Жить в губернских городах семье запретили. Пришлось осесть в большом селе. Их дом стоял прямо на набережной. Его снесли несколько лет назад, но восстановить облик можно по жилью соседей. И именно здесь, на Юхоте, пятилетний Усыскин, смотря в бесконечное скопление звезд, заразился мечтой о космосе. Семья ютилась в коммуналке. Игрушек дома не было, только книги. В 14 лет, для того, чтобы читать в подлиннике философов, гетте, читать немецких поэтов, он изучил немецкий язык самостоятельно. И уже в 15 лет он закончил школу с одними пятерками. Но самое интересное, что он таким же был мальчишкой, как и все остальные. Школу Усыскин закончил экстерном в 15, следующие несколько лет учился в Москве и Петербурге. Он учился очно, родители ему хотели помогать, они высылали ему деньги. Что вы думаете, все деньги Илья отправлял обратно родителям и устраивался по ночам разгружать вагоны. Из стен ленинградского технического Усыскин вышел аспирантом. Научруком был академик Иоффи, среди однокурсников будущий отец Атома – Курчатов. Когда предложили поучаствовать в полете на стратосферу, значит, на этом стратостате, то он, конечно, не отказался. И даже сам по содействию помог сконструировать более уменьшенный вариант камеры Вильсона. Устройство было необходимо для изучения космических лучей, ведь следующая за стратосферой ступень – уже земная орбита. Поднявшись на тогда рекордную высоту в 22 километра, экипаж сделал все необходимые исследования, но подвела техника. Корпус обледенел, электрика вышла из строя. Разбитый остов с тремя телами на борту найдут в Мордовии, лишь спустя несколько часов после аварии. Трагедия стала общемировой. Лидеры многих государств выразили свое соболезнование и Соединенные Штаты Америки, и Германия, и Франция, и Чехословакия, и Польша. И все они подчеркивали, в частности на страницах газеты «Известие», что подвиг героев останется навсегда в истории человечества, и что стратосферу все-таки удастся покорить. Без особого внимания подвиг не остался и на родине, и «Завестие» о трагедии был отменен 17-й партийный съезд. Лично Сталин, Молотов и Ворошилов захоронили прах стратонавтов в Кремлевской стене. Все там же в газетах распространяется заметка тогда еще неизвестного Королева, который спустя 27 лет отправит первого человека в космос. Мировой статус подвига подчеркивает и тот факт, что картина «Стратостат Асавиахим-1» Киски Бибикова выставлена в испанском филиале русского музея. На родине память о полете увековечена монументом в Саранске, обелиском в московском парке «Досав», дочке Асавиахима и памятником в Большом селе. Иван Савинов и Сергей Ватин. День в событиях.